Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в выпуске. 7,5 миллиардов рублей в Доме правительства обсудили меры социальной поддержки населения и изменения в этой сфере. Айти не обойти. В Кнаше открылась инновационная площадка для интеллектуального развития детей. Республика в красках. На портале органов власти стартовало голосование за народный логотип. 7,5 миллиардов рублей потратят Чувашия в следующем году на социальную поддержку населения. Об этом и о том, какие изменения ожидаются в самой важной сфере, шла речь на еженедельном совещании в Доме правительства. Одно из самых главных нововведений. С Нового года молодые мамы будут дольше получать пособия на первенца, пока малышу не исполнится 3 года, а не до полутора лет, как было раньше. Увеличен и критерий нуждаемости. Критерий нуждаемости увеличен с полуторакратной до двукратной величины прожиточной минимума. И планируется охватить данной поддержкой увеличить с 55 до 82 процентов от родившихся первыми. Если в текущем году у нас 395 миллионов предусмотрено, получили 4675 семей, на 2020 год планируется 996 миллионов рублей. И получат около 8700 семей. Меры поддержки предусмотрены в рамках национального проекта «Демография». Цель его – повысить рождаемость и улучшить качество жизни. Получатели, наверное, знают, сами за что получают и какой у них размер, но, по крайней мере, эту информацию надо довести и до других для стимулирования рождаемости, для того, чтобы формировать позитивное общественное мнение. Ни в одном государстве мира такой социальной поддержки не оказывалось и не будет оказываться. В 2020 году большое внимание будет уделено и молодым мамам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Они смогут получить дополнительное образование. Обучаться новым профессиям и повышать квалификацию смогут и те, кто воспитывает детей дошкольного возраста. В период прохождения обучения будут получать стипендию в размере минимального размера оплаты труда – это 12 130 рублей. Если в текущем году на данном направлении было предусмотрено 4,4 миллиона рублей, то на 2020 год уже мы предусматриваем направить более 19 миллионов рублей. На совещании говорили и про обеспечение безопасности в новогодние праздники. Всего по всей Чувашии пройдет порядка 5000 новогодних торжеств, которые посетят более 800 тысяч человек. В местах массового пребывания людей в зимние каникулы будут дежурить больше нарядов полиции и работников МЧС. Рейфат Фаткулин, Маргарита Мельникова, Валерий Рязюков, Республика. О базовых ценностях, духовно-нравственном воспитании и ключевых задачах на предстоящий год. В преддверии новогодних праздников и Рождества глава Республики встретился с представителями Алатарской епархии. Перед Новым годом, Рождество, хлопот, забот много, но все равно, слава Богу, светильность. В ходе встречи обе стороны обсудили перспективы развития православной культуры. В последние годы все больше молодежи приобщается к духовной жизни. Все эти православные люди, которые молятся с детьми, даже с грудным ребенком, ходят, сейчас вот рождественские, вот эти службы будут, соответственно, очень много молодых мам, пап, которые приходят. То есть полная жизнь восстанавливается, хочу сказать. А это что, мир, согласие, душа другая у людей. Формируются духовные ценности, конечно же, в первую очередь в семье. Чуваши в десятки регионов, где меньше всего разводов. А вот многодетных семей за последние шесть лет в республике стало больше. Примерно раза в полтора. Мы оказываем, конечно, по разным направлениям социальную помощь этим семьям. Три учреждения дома-интерната мы в последние годы закрыли вообще. Родителей усыновили, удочерили. В городе Чебоксары, соответственно, в одной семье 16 детей. Из них шестеро, которые они удочерили, усыновили. Также стороны обсудили ряд рабочих моментов. Так гости выступили с идеей организации благотворительной акции. Большая выставка с участием именитых художников запланирована на следующий год. Наши художники тоже готовы, которые нет нашей картины, не созданы. Они готовы бесплатно основе создать. И потом мы можем передать нашу в этой архиве. Мы такой потенциал хотим открыть. Есть желание реализовать еще один совместный проект – фотовыставку, посвященный столетию Чубашской автономии. Сотрудничество с епархией будет продолжено. Наталья Мальчикова, Бахтияр Бельев, Республика. Сегодня в Чувашском государственном университете официально открыли современный лабораторный корпус. Так в УЗИ создают условия для подготовки востребованных кадров. Как будут обучать специалистов электротехников, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. Середина. Работа учебного корпуса начинается с чистого листа. Вместо красной ленты на белой доске штамп одобрено. Глава региона отметил, что это инвестиции в подготовку квалифицированных специалистов для экономики. Люди работают на четкой целье полагания, цвета товаров по теме импортозамещения. Большинство лабораторий этого корпуса созданы совместно с будущими работодателями. Сотрудники предприятий и сами выступают преподавателями. На учебных стендах макеты приводов и систем релейной защиты, которые производят заводы электротехнического кластера Республики. Большинство специалистов электротехнических предприятий Республики – выпускники ЧГУ. Сейчас университет наравне с производителями входит в состав инновационного кластера. Открытие учебно-лабораторного корпуса ВУЗа – новый шаг на пути развития отрасли. Курс на цифровизацию энергетики в учебном процессе. Одну из лабораторий ВУЗа оборудовали по проекту подстанции инновационного центра «Сколково». Уже в университете студенты практикуются в условиях, максимально приближенным к заводским. И возникла потребность повышения квалификации эксплуатации. На практике в учебном корпусе студенты будут изучать и основы создания микросхем. Если микросхемы не имеют внешних выводов, и поэтому применяются бесконтактные способы. Наносится паяльная паста через трафарет. В подготовку будущих специалистов для своего производства работодатели вкладывают многомиллионные суммы. А вот бюджетных мест явно не хватает. И это проблема. Вопрос увеличения квот уже решается на федеральном уровне. Среди первостепенных задач – стимулировать талантливых ребят. Алексей Федоров мог пройти конкурс в любой московский вуз, но поступил в ЧГУ. Университетская программа, она во многом идентична. Проработав на каком-нибудь предприятии, мы получаем опыт. Глава региона отметил, что инвестиции, вложенные в подготовку специалистов, и приобретение современного оборудования всегда оправдываются. Разработки уже в реальном производстве оказываются. Вот это здорово. Мы на правильном пути. Тем, кто уже устремился вперед в научную стезю, очень важна господдержка. Один из стимулов для студентов – стипендия президента страны. Свидетельство о лучшем из лучших вручил Михаил Игнатьев. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев. Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал закон об освобождении родителей и детей-инвалидов от транспортного налога. От уплаты налога полностью освобождается один из родителей, опекун или попечитель ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, проживающий совместно с ним на легковой автомобиле с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. Сегодня такая мера поддержки предусмотрена только в четырех субъектах Привозского федерального округа из 14 регионов. В столице Чувашии прошел республиканский экологический форум «Зеленая Чувашия». Оздоровление водных ресурсов, сохранение лесов, экологическая культура населения. Одновременно работало сразу несколько площадок. Впервые за многие годы проблемы сохранения окружающей среды вышли за рамки узковедомственной тематики. Во многом этому способствовал национальный проект «Экология». Благодаря ему выстроена система поддержки и решения самых ключевых задач отрасли. Одна из них – сохранение лесов. Материально-техническая база ведомственных учреждений пополнилась специализированной лесопожарной техникой. В 2019 году приобретены 15 колесных тракторов белорусской областной лесной защиты и противопожарным оборудованием. 17 малых бесплатронных комплексов, одна машина лесопосадочная. В целях повышения оперативности обнаружения лесных пожаров, организована система видеомониторинга, которая позволяет охватить видеонаблюдение не менее 100 тысяч гектаров земель лесного фонда. Или порядка 15% от всей общей площади. Сохранение лесных массивов предполагает и их восстановление. За 8 лет после больших пожаров за Волжье 6 тысяч гектаров уже засажены новыми деревьями. В следующем году планируется обновить более 400 гектаров. Еще одно направление – оздоровление Волги. В этом заинтересованы все поволжские города. Они испытывают нехватку качественной питьевой воды, нуждаются в новых технологиях очистки. Серьезная проблема – обмеление реки. В рамках проекта что же будет реализовываться? Это строительство комплексов гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтуба. То есть у нас в Волге нижняя пойма или, как сказать, Ахтуба позволит, соответственно, предотвратить ее обмеление вот этих мероприятий за счет гарантированного обеспечения заполнения реки Ахтуба в летний-осенний период. Ярославль, Кострома, Астрахань, Самара, Чебоксары. В 10 городах на Волге планируется построить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения. Все это поможет снизить загрязнение реки, улучшить ее состояние. Гидромедцентр России объявил желтый уровень опасности в регионах Приволжского федерального округа в Чувашии. Сегодня сильная гололедица. Под влиянием теплого южного циклона в Чувашии выпал переохлажденный дождь. На дорогах образовалась ледяная корка. Это привело к значительному ухудшению дорожных условий, особенно на необработанных противогололедными реагентами дорогах и тротуарах. А вторник погодные условия не улучшатся, гололед может усилиться. Ночью и днем 24 декабря в Чувашской республике ожидается желтый уровень опасности. Местами гололед на дорогах гололедица. Главное управление МЧС России по Чувашской республике обращается к жителям республики. Соблюдать безопасность и быть внимательными. Во время пешего передвижения не спешите, избегайте резких движений. Пожилым людям рекомендуется пользоваться тростью с резиновой набойкой. Просим водителей строго соблюдать правила дорожного движения, не нарушать установленный скоростной режим. По предварительным прогнозам есть вероятность небольшого снега только 29 декабря. А теперь об изменениях в законодательстве, направленных на поддержку многодетных семей. Раньше после рождения, либо усыновления третьего и последующих детей, мамы получали ежемесячную денежную выплату только один раз. И при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума. Теперь претендовать на эту государственную поддержку могут еще больше родителей. Изменения в нормативных актах произошли в сентябре. Но этому предшествовала череда отказов. Наталья Николаева хотела получить пособие на сына Семена. Он четвертый ребенок в семье. Мне позвонила соцзащита уже, женщина, и сказала, вот такого-то числа вы их получали. Зачем вы документы сдали? Я говорю, ну, проверить. Ну, нет, раз не положено, не положено. Она говорит, точно не положено. Она мне продиктовала даты, когда я получала. То есть это всем известно, что не положено в четвертый раз. И все это знают. И в МФЦ документы не берут. И никто поэтому их не приносит. Нужную информацию Наталья нашла сама. В соцсетях одна из ее знакомых написала, что на четвертого и последующих детей ежемесячное пособие все же положено, даже если ранее семья его получала. Закон трактует это положение однозначно. И вот как раз там объяснили как, что вот какая-то одна женщина подала, то есть она лишь открыла эти законы и не поняла, почему нельзя это второй раз получать. Она пошла, подала в суд. Здесь она проиграла районам. Потом, я так понимаю, она в Чувашске проиграла, дошла до Верховного суда. И там, ну, я там тонкости не помню, но вот типа того, что вот с помощью прокуратуры еще, и вдруг бац, и можно. Оказывается, надо давать. Только Наталья собралась тоже отстаивать свои права, как ей на счет зачислили выплату за два месяца. Сумма, конечно, это очень большая для нас, хорошая, существенная, потому что 9 тысяч – это прилично. Ребенку можно все купить практически, да, вот маленькому. Тем более, если детей много, то возможностей там сильно работать нет. Прям много работать у мамы, да, то есть нужна, конечно, поддержка хорошая. Оказалось, это ее знакомая обратилась в прокуратуру республики и рассказала о двойственной ситуации. Специалисты провели проверку. В ходе проверки были выявлены две многодетные семьи, которым неправомерно было отказано в назначении данной выплаты в связи с тем, что они ранее уже воспользовались этим правом. По результатам проверки внесено представление Министерства труда Чувашской республики, которое удовлетворено. Права многодетных семей восстановлены, ежемесячная денежная выплата назначена, выплачивается в размере около 9 тысяч рублей. Поэтому разъясняю, что в связи с изменением в законодательстве с сентября 2019 года каждая многодетная семья по рождению третьего, четвертого и последующих детей имеет право на получение ежемесячной денежной выплаты независимо от того, воспользовалась ли она этим правом ранее. В случае отказа в данной выплате жители Чувашии могут обратиться в прокуратуру. В Министерстве труда республики подтвердили, что они уже информируют многодетные семьи через районные отделы соцзащиты об изменениях. С 2020 года почти 95% семей по подсчетам ведомства смогут получать ежемесячное пособие на третьего и последующих детей. При назначении пособия теперь будет учитываться среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов вместо одного. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. В Чувашии завершился региональный проект «Популяризация предпринимательства». В течение месяца юные бизнесмены постигали за финансовой грамотностью, учились работать в команде. Итогом стали разработки собственных бизнес-проектов. О самых смелых и перспективных идеях расскажет Рифат Фаткулин. Молодые, амбициозные, креативные. Они еще школьники, но уже знают, как зарабатывать деньги. Первым представил свой проект Андрей Дмитриев. Ему 16 лет, но у него уже есть готовый стартап развлекательного центра. Все просчитано до мелочей, доходы и расходы, вложения и рентабельность. Проект называется «Шайни». Это развлекательный центр, который работает в двух режимах. Днем там развлекательный центр для детей, а ночью ночной клуб. Особенно у нас в Новосибоксарске не хватает развлекательных центров. У нас в городе эта система сейчас очень актуальная и прибыльная. Что помогает достичь успеха? Рецепт у каждого свой. Анна и Валерия считают, все начинается с мечты. Главное, чтобы она манила и хотелось как можно быстрее реализовать задуманное. Сегодня мы представляли наш бизнес-проект «Наденье улыбнись» по производству эксклюзивных украшений. Это проект по созданию брошей и ручной работы. Сначала у нас была идея, и были какие-то умения по производству этих брошей, а потом мы услышали о проекте, мой бизнес, бизнес-дети. Прошли обучение, нас там научили, получается, анализировать рынки сбыта, анализировать риски, налоги. Всему этому нас научили, то есть базовые какие-то знания, которые должны быть у всех предпринимателей. В этом и заключается цель проекта «Популяризация предпринимательства» – дать молодежи необходимую базу знаний и стартовых навыков, чтобы они могли начать собственное дело. Было проведено в рамках этого проекта очень много обучающих мероприятий, всевозможных семинаров, уроков, встреч с уже предпринимателями, которые успешно ведут свой бизнес. Молодежь – это наше будущее, и от того, насколько они будут заинтересованы в этом, конечно, зависит и развитие экономики и нашей республики, и Российской Федерации. Возраст бизнесу не помеха, уверены эксперты проекта. Ведь чем раньше начнешь, тем больше успеешь. Качественное образование в цифровой сфере – формула успешного будущего. Сегодня профессия IT-специалиста становится все более популярной. Для подготовки квалифицированных кадров по всей стране создаются специализированные центры развития. На базе Канарского педагогического техникума в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» открылся новый IT-клуб. IT-клуб – инновационная площадка для интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных технологий. Занятия по кибергигиене, мастер-классы по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности, воркшоп по робототехнике, школа программирования алгоритмика, шахматная гостиная. Будущие IT-специалисты имеют возможность всесторонне развиваться. Своими знаниями с учениками делятся 12 практикующих преподавателей. 10 из них прошли обучение в Сколково. В IT-кубе обучаются 400 школьников из Канаша и Канажского района. Многие из них видят программирование своей будущей профессией. Я считаю, что моя будущая профессия будет так или иначе связана с областью информационных технологий. Данил Яковлев уже представляется будущим программистом. Он с удовольствием играет в шахматы и считает, что аналитическое мышление – основа успеха. Я хожу на занятия алгоритмика. Мы там с ребятами работаем на компьютере. Мы там занимаемся программой, скрейч, в общем, алгоритмиком. Основной формат обучения – проектная деятельность. Ребята учатся собирать и анализировать информацию, развивают критическое мышление и умение работать в команде. В следующем учебном году центр планирует набрать еще 600 учеников. Также на его базе откроются мастерские по подготовке школьников к международной олимпиаде WorldSkills. Мы хотим стать ресурсным центром для того, чтобы осуществлять дополнительное образование и повышение квалификации для педагогов, которые работают в сфере информатики или в сфере, связанной с IT-технологиями. IT-куб открывает перед ребятами широкие возможности для дальнейшего профессионального и личностного роста. В следующем году в стране появится еще 84 современных цифровых центра. Богдана Дойникова, Борис Андреев, Республика. Сертифицировано более 11 тысяч тонн зерна за этот год в Чувашии. Введена электронная ветеринарная система «Меркурий». До днях Россельхозцентр и Россельхознадзор по Чувашии и Ульяновской области подвели итоги работы за год. Отметили и журналистов, активно освещающих деятельность ведомства. Среди награжденных мои коллеги Татьяна Раевская, редактор национального телевидения и оператор Андрей Шоклев. Съемочная группа выезжала в поля с сотрудниками Россельхознадзора, где фиксировала нарушение использования земель сельхозназначения. Вообще за год в Чувашии и Ульяновской области увеличилось количество проверок, в том числе в неплановых. Способствует борьбе с контрафактной продукцией, в частности молока, введение системы электронной сертификации «Меркурий». От поля до прилавка продукция прослеживается. Сейчас у нас в руках инструмент, который дает прослеживаемость всех цепочек поставок молочной продукции. И это полностью меняет наш обычный формат работы. Мы теперь, как служба, как наша мониторинговая группа, инспектора, мы смотрим, анализируем входящую объемы продукции, входящего сырье на предприятии, смотрим в том числе и подозрительные, нелегальные и нелогичные схемы перемещения товаров, просроченной продукции. Итоги работы за год подвели в Чувашском филиале Ростельхозцентра, а среди журналистов почетной грамоты отметили и нашего коллегу с Национального радио Чуваши, старшего редактора Владимира Егорова. За 2019 год Ростельхозцентр в Чуваши определил в посевные качества 144 тысяч тонн семян, сертифицировал почти 11,5 тысяч тонн зерновых. На следующий год намечено открытие биологической лаборатории для производства препаратов с эффективными микроорганизмами. На портале органов власти Чувашской республики началось голосование за лучший народный логотип столетия образования Чувашской автономной области. Предполагаемые эмблемы нарисованы детьми, и каждую из них можно считать поздравительной открыткой родной Чувашии. Конкурс проходил во всех муниципалитетах. Из нескольких сотен эскизов комиссия отобрала 20. Вся логотипа выложена на портале органов власти Чувашии. Голосование проходит до 26 декабря. Ссылку вы видите на экране. Рисунки очень интересные. Дети отнеслись очень ответственно. Видно по рисункам, что детям помогали и родители, и педагоги. Есть рисунки, которые объединяют всю историю Чувашской республики. Есть рисунки, которые создали с помощью компьютерной графики. Очень интересные. Нравятся все. Очень сложно было выбрать. Я для себя тоже выбрала логотип, который, я считаю, что он на самом деле олицетворяет всю историю нашей Чувашской республики. Победитель, конечно, получит приз, определенный приз. И, конечно, и родителям, и педагогам этого ребенка будет очень радостно видеть победителем вот эту работу. И, конечно, в течение года, 2020 года, будет проведено множество еще мероприятий, конкурсов, конкурсов рисунков, стихов, сочинений. Мы приглашаем всех участвовать в этих мероприятиях и стать победителями и призерами. Это главные новости к этому часу. Впереди полезная информация. Я прощаюсь. До завтра. Хорошая хозяйка знает, где и как выгодно наполнить. Холодильник свежей, качественной едой. Елена Гаврилова часто готовит для своих любимые котлеты. Мясо покупает только здесь. И цены дешевле, и товар всегда свежий. Мы сегодня пришли за мясом. Выбор мяса здесь большой. И говядина есть, и куриное мясо есть, свинину очень большой выбор. Все, что нужно, можно купить в одном месте. Торговых площадок много, ассортимент большой. Приехала за свининой, заодно купила зелень, петрушку и укроп. На торговом комплексе Хевежский мне очень нравится покупать. Мясо, рыба и молочные продукты перед встречей с покупателем проходят жесткий контроль. Контролю качества продуктов питания на Хевежском уделяется особое внимание. Ежедневно ветеринарные врачи, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы осматривают входящую продукцию, отбирают пробы. И на основании исследования выдается экспертизный талон, где указано происхождение и сроки реализации продукции. У арендаторов проверяются документы на товар, ветеринарные сертификаты. Продукты подвергаются проверке не только на пригодность к употреблению, но даже на радиоактивность. Орехи, сладости, сухофрукты в развес покупать выгоднее. Не придется платить за фасовку и упаковку. От сетки до розетки, лампочки и сантехники здесь есть все для хозяйства. Бытовая химия, все для сада и дома. Кухонная, хозяйственная утварь. Хевежский – это современный торговый комплекс, где располагаются торговые павильоны с товарами первой необходимости и с удобной парковкой. И это оценили как покупатели, так и продавцы. Мы уже тут четвертый год. Торговый комплекс Хевежский. Чисто, аккуратно. Доступные цены на аренду. Парковка рядом. На втором этаже можно одеться модно и сильно с минимальными затратами. Женская и мужская одежда, шапки, шарфы, обувь, аксессуары. Мягкая и корпусная мебель на любой вкус и кошелек также порадуют чебоксарцев. Торговый комплекс Хевежский ждет вас за покупками.